МИФОТВОРЧЕСТВА Время большой европейский театр. Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и Дуарт Хейгер посетили Бучу. Для них поставили палатку с навесом. На улице шел дождь, и представительные лица не могли быть подмочены. А рядом разложили черные пластиковые мешки. Деталь и немаловажная. Прошла неделя с того момента, как украинские войска вошли в Бучу. Больше недели назад эти люди, как заявляет украинская сторона, были убиты. А американские Нью-Йорк Таймс называют дату 18 марта. Весьма циничный спектакль. Но в ЕС нет единства веры в версию Украины, где Россия заочно и бездоказательно выносит коллективный приговор. Очень неприятный случай один был. Один из политиков Европейского Союза сказал, а покажите нам доказательства, что это действительно так было, что это не инсценировка. А теперь выстроим небольшую наглядную хронологию. 30 марта российские войска покидают Бучу. И 31-го радостный и довольный мэр официально об этом заявляет. Радостный и довольный ни слова не говорит о жертвах расправ, коими в его городе усыпаны все дороги. 1 апреля в город заходит ВСУ. Тел нет. В этот же день депутат Жан Беленюк тоже довольный фотографируется. И тут про трупы тишина. Нет, он о них расскажет, но только еще двое суток спустя. 2 апреля в Бучу прибывает спецподразделение нацгвардии с многообещающим названием «Сафари». Объявляет о том, что в городе будут проводить зачистку от диверсионных групп и российских пособников. И ведет оперативную съемку 8 минут по городу. В город заходит отряд боцмана, русского нациста Сергея Коротких. И в лучших традициях нынешнего времени запиливает видосики. И о горе трупов по-прежнему тишина. Наступает практически вечер субботы, 2 апреля. И как гром среди ясного неба. Вечер субботы, подчеркну. А в воскресенье время итоговых топовых выпусков новостей. За неделю в любой стране мира. Таких выпусков, как вы смотрите сейчас на нашем канале. В повестке нефть, газ, доллар и надвигающийся кризис. Это прайм-тайм и максимальный зритель. И весь этот зритель Европы и Америки будет лицезреть Зеленского. Который с иностранными наемниками и свитой СМИ траурным маршем шагает по улицам Буча. Воскресное совпадение. На украинской стороне есть, как вы знаете, 72-й центр информационно-психологических операций. Это пропагандистское подразделение украинских вооруженных сил, которое работает вместе со спецслужбами и курируется ЦРУ. У них единственная цель распространять пропаганду, чтобы навредить России. Украинцы создают информацию для доставки в западные СМИ, чтобы их можно было немедленно воспроизвести в основных вещательных сетях. Буча далеко не первая история, когда виновные были назначены заочно. Весь мир знает сегодня Сребреницу, как место убийства сербами боснийских мусульман. Так говорят во всем западном мире. И так строился главный информационный миф современности. Главный пока. Пока это место занимает Сребреница и ее так называемый геноцид 95-го. На территории Сребреницы обитала вооруженная группа под командованием Насера Орича. Боевики до 95-го не щудили ни женщин, ни детей, ни стариков. Людям рубили головы, жгли, сажали накол, насиловали. Всего от рук банта Орича погибли более трех тысяч серпов. Оричу, кстати, все сошло с рук. В Сребреницу входит отряд Младича, он небольшой по численности. Женщин, детей и стариков эвакуируют на автобусах, а мужчин намереваются проверить на их причастность к уничтожению трех тысяч сербов. Войско Республики Сербской организовывает преследование отступавших и в ходе боев рассеивает большую часть колонны. И далее поднимается крика о том, что сербская армия устроила геноцид неповинных мирных гражданских мужчин. Цифры растут, на глазах сейчас речь о восьми тысячах. Погибших ранее свозят для массовой численности, чтобы показать Западу ужасающую картинку. И все это становится основанием для военной интервенции НАТО в Югославию, жестокость которой мы увидели чуть позже. Прежде нужны были жертвы и жертвы большие. Мысль о том, что нужна трагедия, кстати, была озвучена публично, и тому есть свидетели. В 93-м боснийский президент Алия Изидбекович об этом договорился с Биллом Клинтоном. Алия Изидбекович рассказал нам о предложении Клинтона. Если четники зайдут в Сребреницу и убьют пять тысяч мусульман, то будет вмешательство НАТО. К слову, на месте захоронений нет восьми тысяч погибших. Зато есть убитые боснийскими мусульманами сербы и фамилии еще живых людей. Так что это подлог, далеко идущий в будущее. А после того, как миф о геноциде в Сребренице подвергся юридическому ритуалу, настоящий геноцид, а это геноцид сербов, был вычеркнут из истории. Но давайте честно и откровенно, в любом вооруженном конфликте есть жертвы. Как бы это ни звучало кощунственно, это правда. Но геноциды и военные преступления – это абсолютно иные определения о военных преступлениях. Это 2007 год, багдадский пригород Амин-Аль-Тани. Американский боевой вертолет Апачи кружит над группой мирных граждан. Возбужденный американец по рации спрашивает, а дадут ли добро на огонь. И людей расстреливают из 30-мм пушки. 10 человек лежат на земле. Подъезжает фургон, в машине маленькие дети. Американцы у Люлюкая вновь открывают огонь. 18 убитых, среди них журналист Рейтер, Намир Нур-Элдин и его помощник Саид Чмак. Как думаете, кто понес наказание? Ассанж. За раскрытие этого и других преступлений американцев. 175 лет тюрьмы, если его, конечно, экстрадируют в США. Но вернемся в Бучу. Расстрел на улицах, массовые захоронения, пытки. Как говорил Боцман, тот самый нацист, чей батальон вошел в Бучу сразу после выхода российских войск. Главное информационной фальсификации. Не важно, что ты сделал. Важно, что показал. Легко можно нанести им ущерб, снять, повторяю это, буду повторять, не сказать, что это нужно снять на видео и выложить в интернет. Потому что, как показал опыт Азербайджана и Армении, они разгромили Армению, прежде всего, информационно. То есть на одного убитого армянина они снимали 10 роликов с различных ракурсов. Сейчас войны 21 века. Это войны, прежде всего, информационные. То есть не важно, что ты сделал, а важно то, что ты показал. И Буча будет далеко не последней фальсификацией. 8 апреля, в день прибытия в Бучу, евроделегации на вокзале Краматорска более полусотни погибших. Страшные кадры. И командующие фейковых войск Арестович спешит сообщить, мол, русские расстреляли искандерами эвакуирующихся людей на вокзале. На снаряде циничное за детей. Но видите, хвостик, это не искандера, а точка У. На вооружении у России ее давно нет. Тогда выкручиваться стали, как могли. Опубликовали старое видео якобы переброски точек У из Гомеля на платформах. Осечка лишь в том, что на платформах не точки У, а Кредо-1С. А это не ракетный комплекс, а радиолокационная станция. Кредо не стреляет. Доступным языком это машиноразведчик. Ни Буча, ни Краматорск не будут последними фальсификациями и провокациями. Нам нужны лучшие палачи, лучшие шантажисты, чтобы оно все работало. И лучшие те, которые комбинируют. Палачи и шантажисты. Украина разводит новую Бучу, и это очередной эпизод квартала 95. Чтобы не терять поддержку Запада, который погружается в свои собственные проблемы. На прямое столкновение с Россией НАТО не идет. Но, как знаете, хоть шерсти клок. И то будет неплохо. Танки и каски. А жертвы – это вроде как сопутствующий элемент. Екатерина Тихомирова в главном эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова